Здравствуйте! Всего неделя осталась до Пасхи, самого важного христианского праздника. Ему предшествует Страстная Седмица. О значении этой недели сегодня нам расскажет иерей Михаил Литвищенко, клирик Иоанна Притеченского прихода города Ульяновска. Чтобы понять особенности Страстной Седмицы, приведу простой пример, который не так давно со мной произошел. Подходит ко мне адвокат, один из лучших ульяновских, 26 лет уже в адвокатуре. И говорит, батюшка, что делать? Я столкнулась с вопиющей несправедливостью. Человеком, которого я защищаю, его обвиняют в убийстве, но он не стрелял. Понимаете? Он не стрелял. И пистолет, который у него, ему подкинули. И вот полтора года я живу в режиме напряжения, в режиме осознания. Как так можно? У меня за 26 лет ни одного суда не проиграно по поводу людей, которые невиновны. И он невиновен, и сейчас я проиграю. Я не знаю, что делать. Почему такая несправедливость? Я немножко помолчал и ответил ей так, что 2000 лет назад на израильской земле был такой человек. Ну, как думали, что человек. Звали его Иисус Христос. И вот он творил правду. Он очищал людей, очищал прокаженных от болезней, кормил людей. Он делал добро. Он совершал чудеса и воскрешал мертвых. И не сотворил никакого зла. На нем нет ни одного греха. И что с ним сделали? Избили, оплевали и распяли. Причем, надо понимать, что есть вообще распятие. И без этого вообще богослужения Страстной Седмицы, они не так ярки для нас. Что есть крестная смерть? Когда человека вешают на крест, и руки его в таком положении, то, оказывается, кровь стекает к грудной клетке, и это тормозит мышцы. И мышцы здесь деревенеют, и легким некуда раздвигаться. Человеку тяжело дышать, он начинает задыхаться. Диафрагма давит на легкие. И чтобы человеку вздохнуть, он начинает приподниматься на своих ногах. А в ногах треугольные гвозди, которые режут плоть и, самое главное, вбиты прямо в нервное окончание. То есть человек не может отключиться, потому что он между такой жизнью и смертью, и между удушьем, и просто болевым шоком. И он в таком положении находится, пока не умрет. И как понимали, что человек умер? А вот когда он перестает вот так ерзать туда-сюда, то есть между тем, чтобы вздохнуть, и болью в ногах. Причем самое интересное, что, как показывает современное исследование, Христос умер не вот от этой адской боли, не от удушья. Когда его пронзил копьеносец своим копьем, это был профессиональный удар римского воина, и он бился в сердце. И в этот момент, когда уже человек мертв, сердце был, это был такой контрольный удар, и кровь не должна исходить, потому что, когда человек умер, кровь вся стекает вниз, больше в нижней неконечности. А здесь мы видим, что исходит кровь с водой из сердца. О чем это говорит? Дело в том, что в Великую Отечественную войну ставились страшные такие в концлагерях пытки над заключенными, и оказывается, и подобная крестная смерть была восстановлена там, и оказывается, что человек умирает так, если у него разрыв сердца. То есть сердце разрывается, и кровь поступает в околосердечную сумку. Христос умер от разрыва сердца на этом кресте. Причем висели они на этих крестах голыми. Это была позорная смерть мятежника. Это вот то, что произошло на кресте. Я смотрю на нее и говорю, как вам, справедливо? Она говорит, нет. Так вот, надо запомнить всем и всюду, что мир несправедлив и справедливости искать не нужно. И вот такую первую вопиющую просто несправедливость на себе понес Христос. И это самая большая несправедливость в мире. Потому что спасителя, тот, кто пришел тебя спасти, его распяли. И все богослужение это подчеркивает. В Великий понедельник. В Великий понедельник мы вспоминаем такого ветхозаветного патриарха по имени Иосиф, который был предан своими братьями, самими близкими людьми. И сдан в рабство, продан в рабство в Египет. И там он, конечно, не без Божьей помощи, он начинает усердно работать, трудиться и в итоге становится вторым человеком в государстве Египет. И вызволяет из голодной смерти, от голода спасать своих же братьев, которые его предали. Это образ страдающего праведника. Вторник, Великий вторник. Мы здесь слышим много притч о Царстве Небесном. Мы слышим много притч о грядущем страшном суде. Но также мы слышим обличение Христа книжников и фарисеев. Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры, говорит Господь. И здесь мы слышим призыв к себе, что у нас дела и слова не должны расходиться, что мы должны быть цельными. Если мы уже говорим что-то, то надо делать. И это относится вообще ко всем в мире. Известный очень закон проповедует только то, что сам выполняешь. Великая среда. Великая среда. Воспоминаем события, когда женщина подошла с драгоценным миром, то есть таким благовонным маслом очень дорогим, и омыла ноги Спасителя. Как бы приготовь его к смерти, вот к этой крестной, которая еще предстоит. И здесь предательство Иуды также вспоминается. Почему? Потому что Иуда высказал свое недовольство. Можно было это масло продать и раздать нищим. И сейчас мы слышим такие же слова. Зачем вы золотите и строите новые храмы? Ну кому они нужны? Можно же эти деньги потратить на нищих. От чего так говорил Иуда? От своего серебролюбия. То, что он был жадный и хотел взять себе эти деньги. Вот и все. И от этого актуальность, она сквозь года приобретает все новые и новые смыслы. Великий четверг. И до этого постные богослужения, они еще носят такой покаянный характер. Богослужебные облачения черные. В среду мы в последний раз слышим молитву Ефрема Сирио, такую покаянную молитву. И больше нет таких земных поклонов. И исключение составляет только пятница, пятница Страстной Седмицы, где перед Плащаницей мы совершаем поклоны. Начинается второй этап Страстной Седмицы. То есть понедельник, вторник, среда. Это первая часть такая. И четверг, пятница, суббота. Вот шесть дней всего. Четверг это воспоминание Тайной Вечери. Когда Христос, собрав своих учеников, и что тоже очень интересно, когда к Христу подошли и спросили, кто, мол, отвлекись, вот пришла мать твоя и братья твоя, он говорит, кто мать моя и братья мои, а тот и слушает слова мои. То есть он собирает самых близких родных людей, апостолов, кто слушает его слова. И между ними совершает Тайную Вечерю. И все, кто приходят в четверг, причащаться на литургию Василия Великого, которая сегодня с вечерней, они, помимо святого причастия, они еще как бы исторически погружаются и садятся вот за эту трапезу со Спасителем. И поэтому народ очень любит это богослужение, и очень много людей приходит. В четверг вечером читается особая такая служба, умилительная, 12 Евангелий страстных. То есть там, где мы вспоминаем страсти Христовые, вот от начала до конца, путь его страданий, читаем у всех евангелистов. И в народе пошла такая традиция, когда читают эти Евангелия, зажигают свечи. И эти потом вот этот вот огонь, огонь любви к Богу, огонь веры несут в дома, чтобы следующий наступающий день в таком напряжении и огнем, вот этот огонь веры в себе сохранить и пронести до конца вот этой вот страстной седмицы. В пятницу, в день и в память о Великой Скорби литургии не совершаются. Совершаются царские часы. И здесь вот очень интересный момент, почему именно царские. Дело в том, что до революционной России была такая традиция отменять и рабочие дни, делать выходными дни как раз четверга по среду Светлой Седмицы. То есть на неделю, чтобы народ погрузился вот в эти вот события. То есть там, где возможно было, то есть там, где не было непрерывного производства, вот даже фабрики, заводы вставали, и народ как бы замирал. И сопереживал вот эту страстную седмицу вместе со спасителем. И в пятницу в обед происходит вынос плащаницы. И все это напоминает события распятия Христа, погребения Христа. И вечером у нас погребение плащаницы, и обходит храм. Три раза с пением Святой Божьей, Святой Крепкой, Святой Бессмертной, помилуй нас. Напоминаю о погребении Христа, о его снятии от Христа, и погребении таким праведным мужем Иосифом Ариимафейским. Тоже очень умилительные такие богослужения. И вся пятница посвящена вот этим воспоминаниям крестной смерти и страданиям Спасителя, о которых мы уже говорили раньше. Причем в народе масса людей, христиан, вообще не вкушает ничего. Почему? А потому что если близкого у тебя человека, у него какая-то скорбь, а если, не дай бог, кто-то умер из твоих родных, любимый человек, тебе есть не хочется. И вот народ так сопереживает, что отказывается от пищи, то есть чтобы полностью погрузиться в это богослужение. Великая Суббота. Великая Суббота мы уже меняем цвет облачений. С черного мы меняем на белое. И здесь уже идет приготовление к Пасхе, и белый цвет связан с чистотой, с тем, что за этим богослужением в древности очень много народу крестилось. И они готовились весь пост, и вот в этот день совершали крещение. Для чего? Чтобы все вместе со всеми христианами отпраздновать Пасху. И совершается литургия Василия Великого, и одной из особенностей этого богослужения 15 ветхозаветных отрывков, паримий, где говорится об исполнении Ветхого Завета, наступлении Нового Завета, то есть полностью такое богослужение, которое направлено поддержать крещаемых, и говорит, что все, Ветхий Завет заканчивается, начинается Новый Завет для каждого из них. Причем после богослужения в очень многих храмах по традиции читают апостольские деяния, деяния святых апостолов. И здесь это дополнительная аргументация с тем, чтобы показать, что вот оно, Христос проявился, и чудеса, вот ученики, вот их деяния, которые они сделали. И сейчас мы видим, и эта мысль меня до сих пор радует, для меня она удивительна, для обычного человека это просто безумие. евреи в какой-то маленькой израильской стране 2000 лет назад, распят на кресте. А сейчас мы с вами молимся в православных храмах. Христианство, мировая религия номер один. Как? Как это может быть без вмешательства Божия? Это для меня удивительно до сих пор, я лично это переживаю. И вот Великой Субботой заканчивается Страстная Седмица и подготовка к Пасхе. И чтобы лучше понять вот эту крестную смерть и ту любовь Спасителя, которую Он дает нам, мне хотелось бы в заключение привести простой пример. Когда на улице мы видим бездомного, он, этот бездомный, основная масса людей вокруг проходит просто мимо. Потому что он воняет, он с запахом алкоголя. И вообще не хочется его даже касаться и трогать. Есть, правда, ряд людей, которые ему что-то подадут. Хотя это он там на алкоголь потратит. Есть люди, которые, знаете, ну, более благочестивые пойдут купить хлеба, чтобы он это съел хотя бы. Есть ряд людей, которые таких мало, но дадут денег на такси, может, даже как-то там до бани его сопроводят. Есть такие люди, которые отведут в свой дом и там помоют, дадут одежду и отпустят. Это вообще таких меньшинство. Есть же люди, я знаю только одного человека, которые не только такого бомжа готовы взять, бездомного. Помоют, оденут и дадут еще, и устроят на работу. Я за всю жизнь только один случай такой знаю. И это, ну, такой, ну, для меня верх такой праведности земной. Христос же творит не это. Он делается этим бездомным. То есть, вот, надо просто понять, мы со своей жизнью, пускай там не всегда хорошие, не всегда такой, как мы хотим, но все-таки есть у нас и радости, и моменты любви, и отрадные моменты. Это, готовы ли мы отдать свою жизнь, а его жизнь взять на себя. Быть, чтобы от нас плохо пахло, чтобы от нас все отвернулись и так далее. Готовы ли мы к такой любви? Это просто не помещается в сознание. И вот такую планку задает Христос. И к этому стремиться можно вечно. Мудрость всем и помощи Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова